Всем привет! Это Crazy Cat. Сегодня мы поговорим о чистоте светлой пластики. Конечно, самое капризное в этом отношении пластика белого цвета, и с ней также нужно должным образом обращаться. Я вам расскажу, что делаю лично я, чтобы мои изделия были чистыми. Ну, во-первых, давайте разберем все по пунктам. Рабочая поверхность должна быть чистая. Стол и инструменты необходимо протереть влажными салфетками, либо чистой влажной тряпочкой и дать обсохнуть. Не вытирать, так как ворсинки от сухой ткани тут же осадут. Вымыть руки, дать обсохнуть. Во время работы лучше не отлучаться никуда, то бишь как сели работать, так и сидим. Никуда не бегаем, пыль не разгоняем, ни за что не хватаемся. Если во время работы что-то крупное прилипло к изделию, можно аккуратно подрезать этот кусочек с пластикой. Также важно освещение, так как если вы будете работать в потемках, то вряд ли увидите проблемные зоны и наличие осевших частиц пыли. Когда вы закончили изделие, в сыром виде можно намочить ватную палочку в жидкости для снятия лака и протереть изделие. Таким образом вы очистите верхний слой пластики, а вместе с ней и пыль. Также можно удалить загрязнения после запекания с помощью шлифовки. Этим способом я также пользуюсь, не часто, но как правило моя машинка для маникюра справляется с любыми загрязнениями. Также справляются и пилочки для ногтей, палочки для маникюра могут пролезть в труднодоступные места. Также наждачная бумага и профессиональные листы для шлифовки и полировки. В своей работе я использую хирургические перчатки, они продаются в любой аптеке. Сначала я чистыми руками разминаю пластику, а затем открываю новую пачку с перчатками, обязательно новую, они в этом случае стерильны. И сразу леплю, не отрываясь от производства. Как правило изделия получаются идеально чистыми, потом я мой перчатки, сушу, кладу в упаковку и можно использовать их повторно. При должном обращении они прослужат вам еще не один раз. Я понимаю, что многим неудобно лепить в перчатках, но тут, как говорится, знаете, либо комфорт, либо качество. Я в этом случае все-таки на стороне качества. Так как руки, как их не мою, могут подвести. То телефон взял, то нос почесал, то вот пришел погладиться. Так что, надеюсь, эти нехитрые советы помогут вам сделать чистые изделия без дополнительных манипуляций с очисткой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и сумасшедшего вам вдохновения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok